Рюкзак утонувшего в Сочи футболиста Алексея Лисина нашли в Абхазии смерть чувашского футболиста Алексея Лисина в Сочи становится все более загадочной. Спустя неделю удалось обнаружить рюкзак 30-летнего мужчины. Причем, нашли его в сотнях километров от места гибели спортсмена в Абхазии. Это подтвердил отец погибшего мужчины Сергей Лисин. Сегодня представитель Следственного комитета Адлерского района сообщил мне, что рюкзак сына обнаружили в Абхазии. К сожалению, опять отказано в получении видеозаписей с камер наблюдения, последних транзакций с его банковских карт и последних звонков с его телефона. Причина отказа – нет технической возможности. Обстоятельства гибели Алексея становятся еще более странными, отметил Сергей Лисин, который сам является футбольным тренером. По данным следствия, вечером 5 ноября мужчина отдыхал с друзьями в баре, а после компания рассталась. Якобы, приятели решили продолжить в другом увеселительном учреждении, куда Лисина не пустили из-за дресс-кода. На нем были спортивные шорты и футболка. Это было последнее, что помнят о живом Алексее. Тело молодого спортсмена нашли утром 6 ноября на пляже Чайка в Адлере. После необходимых процедур судмедэксперты заявили, что на теле 30-летнего мужчины нет следов насилия и он, скорее всего, утонул. Но теперь родственников смущает тот факт, что в легких их сына была обнаружена пресная вода. По результатам процессуальной проверки было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Семья погибшего раскритиковала правоохранительные органы, которые заняты установлением обстоятельств этой загадочной смерти. После этого расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В связи с тем, что в социальных сетях опубликовано обращение отца погибшего с критикой следствия, председатель СКР России поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, подтвердили в пресс-службе СКР. Отец мужчины Сергей Лисин рассказал, что не верит в несчастный случай. Он уверен, что их сын был на пляже не один. Также высказывается версия, что мужчина мог случайно провалиться в незакрытый люк ливневой канализации. Эту гипотезу подтверждает и наличие пресной воды в легких спортсмена. Несколько лет назад в Сочи уже произошла похожая трагедия. Отдыхавший на курорте семилетний мальчик во время дождя провалился в незакрытую ливневку. Ребенка подхватило потоками. Его тело было обнаружено на пляже в Лазаревском районе. В воскресенье 12 ноября Алексея Лисина похоронили в Чебоксарах. В память о трагически ушедшем из жизни футболисте заключительный матч сезона начали с минуты молчания.